Приветствую, дорогие друзья, в социальных сетях и приглашаю в свою скромную студию Арк ТВ в Ютубе, не сомневаясь, что большинство, подавляющее большинство из вас, конечно же, со мной на одной украинской волне. И мои давние друзья-подписчики, конечно же, знают и программу «Украинский завтрак» на радио «Филадельфия» 106.5 FM с Антоном и Дмитрием Комаровыми. А поклонники украинского футбола вообще, Киевского «Динамо» в частности, довольно часто, относительно часто слушали и слышали обозрение Дмитрия Комарова, моего коллеги по радиоработе как ведущего, и, с моей точки зрения, хорошего журналиста, знающего футбол, в частности, испанский футбол профессиональный, потому что он работал долгие годы в Испании. И вот обычно вы видели вот так, статическая картинка, а вчера, буквально 11 сентября, в этот печальный, горестный день для Америки, конечно же, люди помнят 11-го башни Близнецы, эту трагедию, Ну, вот вчера Дмитрий в американском радиоэфире говорил о футболе и принёс, представьте себе, в американском радиоэфире принёс своё покаяние, представьте себе, повторяю. И эта программа, я её смотрел уже, вот для меня было это впервые, когда можно было Дмитрия и слушать, и смотреть, впрочем, мы это попробуем. И я вчерашнюю программу, он мне сбросил ссылку, потому что у меня проблемы, в общем-то, какие-то с Фейсбуком, в интернете не записывает их программу. И я просил его, чтобы он мне сбросил ссылку, он это любезно сделал. И сейчас мы попробуем, конечно же, чтобы вы услышали, я прошу прощения, если будут какие-то технические сбои. Но вот перед тем, как он перешёл к отборочным матчам, которые, конечно же, интересовали отборочные игры чемпионата Европы 20-24, И представьте себе матч Украина-Англия, сборная, национальная сборная Украина, воюющая нынче в этой несправедливой рашистской войне, защищая свою землю. И вот, представляете, война и футбол, продолжается футбол и жизнь чемпионата Украины. И, конечно же, поэтому очень многие, миллионы украинцев не устают повторять слава вооружённым силам Украины. Вот это благодаря их мужеству и продолжается футбол. И благодаря их мужеству и играли 9 сентября во Вроцлаве, играли национальные сборные Украины и Англии. Это считался номинально домашним матчем. Впрочем, давайте попробуем, повторяю, если будут технические какие-то сбои, вы меня, надеюсь, простите. Работаю беспомощником. Перед этим Дмитрий говорил об американском футболе. И вот в этом как раз месте он перешёл и на матч. И должен сказать, что в пятницу, это перед выходными, он во фрагменте о спорте говорил, что он, в общем-то, он скептически отзывался о предстоящем матче Украина-Англия. И вот, что он сказал в программе вчера, понедельник. Смотрим, слушаем. Надеюсь, без сбоев. А смотрите ли вы американский футбол в принципе? А по поводу обычного футбола, что покаюсь я сразу, покаяние я принесу. Был я крайне несправедлив и скептичен по отношению к нашей сборной, которая сыграла свой первый матч в рамках, ну вот, вот этой спарки, да, вот этого дубля в матчах в отборе на чемпионат Европы. Играли мы против англичан. И наши сыграли, ну, во-первых, счёт 1-1. Что уже само по себе там сборная Англии не проигрывала, не, ну вообще, просто выигрывала постоянно там несколько матчей подряд, причём много матчей подряд, и прям всё очень круто. Ну, там просто такое количество имён. Я когда вот, ну, включил телевизор, и там объявляет состав, и просто каждое имя это тупо звезда. Тупо звезда, каждое имя. Я думаю, такой, да ну нафиг, я не буду это смотреть. Я всё-таки посмотрел, и наши сыграли очень круто. Очень круто, Зинченко забил гол. И вот тут надо вот что отметить. Самое главное, что мне понравилось в этой игре. И самое главное, за что, конечно, Реброву надо дать респект. После матча там как-то все побежали ставить разные оценки. А вот этот сыграл хорошо, а вот этот сыграл хуже, а вот этот вообще плохо сыграл. А вот Зинченко гол забил, и он поэтому большой молодец. Но, лично, на мой взгляд, там в чём была главная фишка в том, что сыграла команда. Понимаешь, именно вот командная игра, командная постраховка, чёткое взаимодействие. Чёткое повалились в одном моменте, который, собственно говоря, привёз гол. Но так вообще, как бы там, типа, Цыганков сыграл не очень хорошо. В смысле не очень хорошо? Правый фланг всё время англичан терроризировал. Собственно, после забега Цыганкова там был гол забит нашими, да. Это, ну, короче, очень, именно командная работа была очень крутой. И за командную работу тут надо благодарить, прежде всего, Реброва. Ну, уже кто может наладить в короткое время, объяснить, что вот, ребята, если это там выдвигается, если Миколенко выдвигается вперёд, то ты отбегаешь назад и блокируешь. Ну, в общем, там, там именно Степаненко там постоянно постраховывал Миколенко, когда тот вперёд бегал. Очень круто, очень классно, очень замечательно. Теперь у нас завтра, насколько я помню, 12-й, да, завтра, Италия-Украина. Чтобы ты понимал, у нас ситуация в группе следующая. На первом месте сборная Англии. У неё после пяти матчей 13 очков, они уверенно идут на первом месте, и вряд ли их всё равно с этого первого места кто-то скинет. На втором месте сборная Украины. Четыре матча, семь очков. И на третьем месте сборная Италия. Италия вчера играла с Северной Македонией. Какое-то поле, это был не поле, это какой-то копанный огород был. Причём, значит, копанный настолько, что вратарь сборной Македонии чуть не получил травму. То есть он там вступил в какую-то там кротячую нору прямо на поле, и там такой кульбицей решил, что я думал, что в одну сторону нога полетит в другую сторону сам вратарь. Ну, то есть вот такая карма прилетела самим же македонцам. Я не знаю, кто у них готовил это поле. Но в результате, короче, они по этому покопанному сыграли тоже 1-1. Но если в нашем случае ничья 1-1 это в нашу пользу, понимаешь, ну, типа с Англией, то в случае с Италией ничья 1-1 с Македонией, с Северной Македонией, это типа не в их пользу. Я сразу говорю, что у итальянцев всё плохо в команде, у них новый тренер, у них там идёт перетрубация разная, и у них всё тяжело. Но! Сейчас вопрос стоит так, что если эти итальянцы играют хотя бы в ничью с нами, то они на чемпионат Европы не едут. Ну, типа, я не очень представляю себе, как это будет, да, как это... Хотя, разное бывало со сборной Италии, но если... Поэтому, короче, сборная Италии завтра будет максимально мотивирована, максимальнейшим образом, и играть с ней будет крайне тяжело. И рассчитывать там на лёгкую какую-то победу, я думаю, не приходится. Ну, вот такая история, но ещё раз говорю, сборная Украины, конечно, прям большие молодцы, именно как команда, и тут это надо отметить обязательно. Ну, вот вы всё видели и слышали, и я надеюсь, что, конечно же, согласитесь с Дмитрием Комаровым, что это достижение команды 1-1 в пользу Украины, как он сказал, и с ним можно согласиться. И, конечно же, все, кто с нами, а Дмитрий, эти программы вместе со своим братом Антоном, они ведут из Украины, они недалеко от Киева, и эта программа звучит в Филадельфии. Для тех, кто не знает, я напоминаю, с 8 до 10 утра с понедельника по пятницу, пять дней в неделю, и в этом отношении, конечно же, они, на мой взгляд, большие молодцы, потому что порой слышишь их программу, и в это же время раздаются сигналы воздушной тревоги, в это же время, когда работает ПВО, слышны и выстрелы, и в это же время они рискуют, потому что рядом взрывы. Одним словом, конечно же, они молодцы. И спасибо им за это, коллегам в эфире, американском радиоэфире. И вы услышали от Дмитрия покаяние, что он не рассчитывал, что украинцы так сыграют. Я надеюсь, что вы, конечно же, понимаете, все, кто со мной, повторяю, на одной украинской волне, в моей скромной программе в Ютубе, Арк-ТВ в Ютубе. И когда Дмитрий говорил, что вот завтра, это всё звучало в понедельник, а я записываю эту программу уже сегодня, 12 сентября. И сейчас уже на моих часах, как говорят местные аборигены, это час дня пи-эм, это уже до матча, который должен начаться по киевскому времени в 9 часов 45 минут вечера, остаётся меньше двух часов. И, конечно же, украинцы всех стран, как говорю в таких случаях, будут держать руку на пульсе жизни, реалий нынешней Украины. И, конечно же, футбола. И дай-то Бог, чтобы сегодня у подопечных Серёжи Реброва, которому я симпатизирую, с его младых ногтей, когда мы с ним познакомились в киевском «Динамо», когда он одел уже футболку «Динамо-Киев», и стал тогда новичком, это 90-е годы, я имею в виду дебютантом тогда, а не новичком, он пришёл, в общем-то, на мой взгляд, зрелым футболистом, конечно же, что подопечные Серёжи Реброва, его коллег по тренерскому штабу, сделают сегодня в матче с итальянцами всё, что будет в их силах. И будем надеяться, что Бог даст, у них всё получится. И, как я говорю, дай-то Бог удачи, и все мечи только в чужие ворота. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что. Оставайтесь оптимистами. Искренне ваш, из Филадельфии, Деви Аркадьев, сегодня 12 сентября 2023 года. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok